Приветствую, друзья! Мы начинаем наш очередной прямой эфир, в котором мы знакомим вас с героями нашего проекта «Жить интересно». И гость нашего сегодняшнего эфира – это человек, который помог уже тысячам людей сделать жизнь ярче, полнее, интереснее. И я искренне завидую тем, кто еще не знаком с Дмитрием Покревского, потому что я вот жду, когда он присоединится. И пока, честно вам признаю, что уже 7 лет, каждый раз, когда я ленюсь делать, начинать день с зарядки, либо выходить на пробежку, я обязательно вспоминаю Дмитрия, захожу к нему в Инстаграм. Потому что его посты, его истории заставляют меня пристыдиться собственной неорганизованности, они помогают мне победить мою лень. И Дмитрий лично мой наставник, хотя он об этом не догадывается, и я очень рассчитываю, что сегодняшний эфир для многих из вас станет вот той отправной точкой, которая заставит вас задуматься, почему вы до сих пор не уделяете должного внимания собственному здоровью, той ценности, о которой вы так часто, ну, мы все так много заявляем. Так, вот я извиняюсь, я вот жду, когда Дмитрий пришлет запрос на добавление. А вот, вот я вижу, Дмитрий присоединился. Сейчас я жду, когда, Дмитрий, пошлите нам. Так, запрос вижу. Так, нет, это не Дмитрий. Так, так вот, Дмитрий, не всегда Дмитрия приятно смотреть. Почему? Потому что становится стыдно, потому что я знаю, что при любой погоде, каждый раз, когда я ищу оправдания, либо делаю поблажки себе и изменяю собственным решением о правильном питании. Я всегда знаю, что если я сейчас зайду в Инстаграм Дмитрия, то увижу, как он рассказывает о собственном опыте. И это, признаюсь, не всегда ловко. Почему? Потому что... Так, отлично. Так, надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так, Дмитрий, приветствую. Я уже начал хвастаться, как вы меня стыдите своим примером. И чтобы люди не думали, что я голословный, у меня есть доказательства. Я много раз благодарил Дмитрия в Инстаграме за то, что очень много моих пробежек, очень много моих гимнастик и очень много несъеденной, нездоровой еды только благодаря вам. Потому что я смотрел, мне становилось неловко. Я всегда задавался один вопрос. Если Дмитрий сейчас в снег, в дождь точно бежит, почему я этого не делаю? Поэтому, Дмитрий, я хочу искренне, чтобы вот те люди, которые нас сейчас смотрят, а я знаю, что смотрят люди те, которые уже много делают для своего здоровья. Но еще есть люди те, которые пока только думают, либо ждут какого-то волшебного пинка. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, потому что я готовился, волновался от того, что я опять не так последовательно за вами шагаю. Что нужно, как вы думаете? Вот если бы у меня не было бы аварии и травмы после автоаварии, я бы не пробежал свои марафоны, признаюсь. То есть я бы все это откладывал не знаю до чего. И как вы считаете, как вы думаете, вот обязательно ли необходимо ощутить эту ограниченность здоровья, конечность собственной своей жизни? Обязательно нам нужно, чтобы что-то клюнуло для того, чтобы заняться здоровьем? Как произошло это в вашем случае? Что я хотел бы, чтобы вы это рассказали? И что вы можете посоветовать тем, кто ждет чего-то, ждет сейчас Нового года? Потому что когда доедят все салаты, наверное, все перейдут на здоровое питание. В общем, расскажите, что с высоты вашего опыта стоит сделать, либо хотя бы задуматься, чтобы начать жить другой жизнью? Ну, здравствуйте, во-первых. Меня слышно нормально, а то я тоже перейдываю. Я отлично вас слышу, я надеюсь, слышу. Да, я очень рад встретиться снова с вами. Вспоминаю наши беседы долгие. Просто вот ответ на ответ. Очень приятно. Значит, вопрос очень глобальный бы мне задали. Я боюсь, что я не смогу ответить вот так вот. Просто вот какие-то рецепты дать. Нет, ничего не бойтесь, просто делитесь своим опытом. Это самое правильное. Нет, я еще боюсь, что я не смогу так. У нас на час этот эфир, да? У нас просто через час вырубят, поэтому... Ну, понятно, только на час мы рассчитываем. Да, да. Сейчас рассказывать советы. Вы мне вопросы задавайте. Делитесь собственным опытом. Или отстал. Вопросы, извиняюсь, вопросы можете задавать. У нас Аня помогает нам. Она мне будет скидывать, потому что я не успеваю читать. Там все поднимается. Аня будет пересылать мне в Телеграме, и я буду вам... Вам буду их, соответственно, передавать. Вот первый вопрос, конечно. Вот обязательно не надо, чтобы клюнуло. Ну, в моем случае тоже клюнуло, в общем-то. И, наверное, все-таки пока у нас ничего не болит, и все здорово, то мы, наверное, занимаемся работой, какими-то делами, увлечением, своими хобби, и пока молоды. А пока вот, когда наступает уже такой возраст... Я, например, до, не знаю, 40 лет, я думаю, что я вообще... О чем люди говорят? О каких болезнях? Я здоров, и я вообще не знаю, где эти болезни, и как они вообще, откуда они возьмутся. Я буду жить нормальной жизнью, все время буду здоровой. Вот. А все это началось в 55, уже вот понеслась. Да, ну не в 55, раньше, после 50 уже. И тогда ты уже начинаешь что-то тут болеть, тут побаливать, и надо что-то делать. И опять же, ничего не делаешь, а только вот думаешь, все, и ходишь. А вот надо бы питание изменить, надо поменьше кушать, побольше двигаться, меньше на машине, больше пешком ходить и так далее. Но ничего не делаешь все равно. Книжки читаешь, там, у меня книг полно. Я читал Амосова, я всегда любил книжки, там, у меня физкультура и спорт, всякие издания, там, комплексы тренировок. Ну, вот такой диванный был такой, физкультурник. А когда вот приперло, тогда, конечно, вот занялся. Когда вот начались проблемы реальные, вот с сердцем, с давлением, когда лишний вес уже такой серьезный, когда ты уже там не можешь, допустим, ходить пешком, а потому что отвык просто вот физически уже. И вот тогда начинаешь... Ну, в общем, короче, я пошел по докторам. И мне доктор сказал, меняй образ жизни. В общем-то, сам я не догадывался. Он догадывался, конечно, но пинок я получил от доктора, который сказал, если не будешь вот ничего менять, у тебя будет целый букет, который сейчас только-только, так сказать, еще вылезает из тебя. А дальше он уже расцветет, так сказать, буйно-буйно. И вот, в общем-то, это все-таки меня и сподвигло. Может быть, конечно, кто-то, глядя на такие истории, потому что раньше как-то и почитать, люди, особо не было возможностей что-то таких историй, мне кажется. Львов просто не попадалось. Может быть, глядя на такие истории, люди уже, мне кажется, чаще задумываются, что надо... Мне кажется, молодых людей, которые занимаются спортом, сейчас стало гораздо больше, которые сидят за собой. Давайте первый совет я подытожу из того, что сказать. То есть, если не помогают примеры тех, кто занимается здоровьем, просто сходить на экскурсию в поликлинику, правильно я понимаю? Можно и так. Но я, например, когда туда попадаю, я чувствую, что туда люди приходят либо умирать, либо просто напитываться энергией такой, что все плохо, все болит и будет еще хуже. А сейчас еще добавилось вот это все, что есть. С чего вы начали? Скажите, чтобы мы первую уже рекомендацию дали. Прогуляться по поликлинике. Тем, кто еще сомневается, есть ли необходимость заниматься здоровьем. Я-то начал так постепенно, после того, как мне док рассказал меня образ жизни, я, наверное, еще подходил. С чего вы начали менять? Ну, я начал с питания как-то вот потихонечку. Самые простые шаги, потому что он мне подарил табличку такую на холодильник, какие продукты надо есть, когда холестерин высокий, что надо есть, а что нельзя. И как-то вот с женой мы начали в эту сторону смотреть. Ну, вроде как-то так, относительно просто, без физических усилий. Вот что-то такое там. Масло подмечено. Просто сделали замок на холодильник или что там? Нет, табличку на холодильник. Как открываешь, так табличка. Но у меня тоже есть табличка, где меньше жреет. То есть я так вот просто у меня написал. Что там еще может быть таблички? Ну, как-то это все-таки влияет на подсознание потихонечку. Когда ты вот так все время начинаешь это изучать, я тебе доктор сказал, которого ты вроде как сам выбрал и уважаемый. То есть не просто там где-то по телевизору, а ты сам к нему пошел, и он, ну, его авторитет тут имел значение. Вот. А потом начались все-таки вот какие-то физические нагрузки, которые на что применяли? Питание вы просто начали себя ограничивать или избавились и отказались от каких-то продуктов? Ну, в общем-то, сначала ограничивать, потом был такой-то отказ от мучного, от сладкого. Такие были серьезные. Это так легко сказать. Мне, например, очень сложно от мучного отказаться, я признаюсь. Поэтому я, сколько бы на вас не смотрел, все равно злоупотребляю. Скажите, что вы можете порекомендовать? Это просто легко сказать. Ну, сначала понимаешь, что мучное, конечно, оно очень сильно сказывается на лишнем весе. То есть мы излишне много едим, мучного и сладкого. Заменить можно хлебцами. Вот первым я менял хлеб на хлебцы. Во-первых, убрался белый хлеб. Сначала перешел на черный. То есть белый хлеб убрал, уже, как сказать, полегче стало. Ну, в смысле, как-то заметил. Вот. Потом после черного хлеба заменил на хлебцы. Хрустящие, разные причем. Они там есть и злаковые, есть всякие. Из пшеницы, из кукурузы, овсяные. Там их много всяких разных. В общем-то, тоже такой продукт. В принципе, много не наешься им. Но в то же время привычка какой-нибудь бутербродик, там можно с хлебцами сделать. Вот. Если сахар убрать, то сахар как-то я заменил на сухофрукты. В принципе, хорошая, мне кажется, привычка. То есть у нас появились сразу сухофрукты изюм, курага, чернослив. Ну, все это. Вот изюм в основном, вот сейчас изюм. Если хочется сладкого, то просто изюм. И он там много не съешь, все-таки это меньше, гораздо вред, чем от сахара. Вот. Ну и плюс еще там клетчатка. Ну вот такими шагами постепенно, постепенно. Ну, это все растянуто, так сказать, на годы было. Это не то, что там сахара. Насколько. Просто чтобы у нас сейчас те, кто нас слушает, сказали бы, готовы ли эти годы ждать или нет. А тут ждать не надо. Надо просто понять, что вот ты поставил себе, понял для себя, что мучное, оно вредно, в принципе. Ну, иногда ты можешь сделать там, себе какое-то послабление, съесть кусочек тортика, там, если праздник какой-то. Но в целом ты придерживаешься такой стратегии, что вот хлеб ты по минимуму. Вот. И все потом становится нормально. То есть ты не исключаешь для себя, что я хлеб, я не ем никогда. Потому что это, ну, мне кажется, это нереально все-таки. Вот. А когда это ставят разумные такие цели, что иногда можно, то это не так страшно. Как окружающие восприняли вот такие перемены? Ну, с окружающими, вот, я же говорю, с женой мы тут единомысленники. То есть мы идем, так сказать, вместе, и нам легко. То есть мы друг друга поддерживаем. Если кто-то что-то решил там не есть, то стараемся помогать друг другу. Вот. Если она там хлеб не ест, то я доедаю из-за нее. Вот. Ну, а с окружающими, так сказать, друзьями, ну, там была эта долгая история, но постепенно как-то все выровнялось, и опять вернулись мы, опять, в общем-то, общаемся, дружимся, все как-то... Я не сильно пострадал от того, что я изменил свой образ жизни. То есть они смирились с тем, что вы стали... Да, они смирились, а потом я смотрю, где-то и тоже стали вот на этот, путь тоже в какой-то степени. Поэтому тут не надо этого бояться, потому что, ну, в конце концов, здоровье, оно, мне кажется, ну, не важнее, ну, наверное, важнее все-таки. Через сколько вы начали бегать? Или это параллельно? Бегать, это... Трудно, опять, сопоставить у нас по датам. Но бегать я начал первый раз, когда в горы собрался, и мне руководитель сказал, что 50 лет. Это 50 лет только. Я еще не сильно болел. Вот. Надо, ну, чуть-чуть, так сказать, потренироваться бегом. И это было очень тяжело. Я побегал там месяц, наверное, перед походом, и потом все это забросил. Бегал буквально по 20 минут. Очень трудно было. А когда я уже второй пошел раз в горы через два года, то я уже как-то более осознанно, потому что мне в горах было очень тяжело. С рюкзаком, да без тренировки. То есть это просто тоже мука адская. Особенно вот первые дни. И в следующий раз, когда я пошел в горы, я уже более осознанно, заранее начал бегать. И вот тогда я уже втянулся, когда это было на больший период времени тренировки. Тогда я уже втянулся и заметил результат от бега. И в горах было легче. И потом, когда я вернулся, я продолжил эти тренировки. И вот так уже постепенно, постепенно пришел к бегу. Я знаю, почему про бег спросил. Потому что многие, я не скажу, что большинство, потому что не считал, кто, например, приходит в тот дневку для того, чтобы избавиться от лишнего веса, в том числе одной из целей, они начинают почему-то в первую очередь ходить в спортзалы и бегать. И во вторую очередь только задумываются о правильном питании. И я вспоминаю, что у меня была такая же ошибка. Я когда начал бегать, когда я понял, что надо уже избавляться от лишнего веса, у меня было глубочайшее разочарование, что у меня не только вес не убавлялся, а наоборот начал прибавляться, потому что после тренировки появляется такой аппетит. И наоборот, или еще и плюс мышцы растут. Поэтому я здесь хотел бы, чтобы вы обратили внимание именно на то, чтобы, во-первых, от какого количества килограмм вы избавились, потому что там по фотографиям жить интересно. Вы такой достаточно упитный товарищ были. До того, как иначе. Ну, там мне было около 80, где-то 78-80. А потом, когда я уже на пике, так сказать, своей формы такой культуристской, там было где-то 64. Ну, вот сейчас уже 69. То есть вот сейчас я опять поднабрал. Ну, не думаю, что только жира. Все-таки мышца прибавилась тоже. Вот. Значит, это такое типичное заблуждение, что я буду тренироваться и буду худеть. Да, все-таки основная проблема для худеющих – это все-таки следить за своим питанием. Это самый эффективный способ сбросить вес – это следить за питанием. А тренировки, они просто позволяют сделать тело более красивым, более сильным физически, мышцы прибавить. Потому что, ну, это такой процесс, который дополняет уже питание. Но если ты не будешь идти за питанием, то даже если ты будешь тренироваться, то не факт, что ты похудеешь. А действительно вот можешь набрать еще больше. Так здесь ведь еще важный факт, что, ну, похудеть ради похудеть. Избавляться от лишнего веса как часть быть более здоровым. Вот в этом плане. Конечно. Я хочу сказать, что все-таки главное во всех этих делах – это все-таки поставить себе цель. Вот. Когда у тебя есть большая цель, и ты понимаешь, ради чего ты все это делаешь там. Ну, для меня была цель все-таки – это здорово. Я понял, что кроме меня никто мне мое здоровье не вернет и не поможет. То есть, доктора, конечно, хорошо, но… Ну, что, я пришел к доктору, он меня послушал сейчас. Ну, доктор – это, ну, как, у него своя жизнь, у меня своя. Я от него ушел, и он мне не дал никакой таблетки волшебной. Сказал, вот ты принимай таблетки, все будет нормально. Он мне сказал, меняй образ жизни. И вот, когда ты понимаешь, что только ты ответственен за свое здоровье, и никто тебе не поможет, тогда как-то все вот становится гораздо проще. До тех пор, пока ты веришь, что есть таблетки, есть врачи, санатории, какие-то там групповые занятия, и что кто-то мне поможет, я вот с друга шаг найду и вместе с другом будем бегать. Все это не работает. Или это работает? Все-таки надо испугаться. Да, это работает в очень короткий период. Надо все-таки понять, что только ты и больше никто. Слушайте, ну, смотрите, многие ведь начинают, это вот, как, знаете, Марк Твен говорил, что бросить курить легко, я сам много раз пробовал. Ну, да. Многие годы наблюдаю за теми людьми, которые начинают с начала месяца, с понедельника, с нового года, там, правильно питаться, бегать, заниматься, там, прочее-прочее. И я думаю, что одна двадцатая, там, десятая доходит даже до конца первого месяца. У вас, ну, срывы наверняка были, либо были вот такие откаты, либо что вы порекомендуете, чтобы, ну, не откатываться к прошлому? Есть несколько приемов, которые я очень много тоже на эту тему читал, изучал, на себе все проверял. Ну, во-первых, как я сказал, все-таки первая – это цель. Цель. У меня было несколько целей, вот, которые помогали мне двигаться вперед. Ну, самая первая цель такая, ну, можно сказать, серьезная – это была цель пробежать в марафон. То есть еще до этого были более мелкие цели, но марафон – это просто такой хороший пример. Ты ставишь себе цель пробежать в марафон и регистрируешься на марафон. Вот за полгода, за год. Вот я зарегистрировался на питерский марафон, который там 1 июня был. И в феврале я начал планомерно бегать, я начал раньше, а вот в феврале я начал к нему готовиться по плану. Я нашел план. Там по плану было написано, по-моему, не помню, сколько недель. 16 недель. Может быть, 16, да. 16 недельный план подготовки к марафону. Все расписано. В понедельник, вторник, среда, четверг, пять, что ты должен делать? Ты сосредотачиваешься буквально вот на недельном, так сказать, плане. Твоя задача, вот, сделать три тренировки в неделю. У тебя все расписано. И вот это, ну, позволяете, во-первых, тебя большая цель, тебя заставляет это вот не бросать. А вот эти недельные цели, они просто тебе упрощают задачу. Твоя задача, вот, на этой неделе продержаться три тренировки. Все. На каждой тренировке у тебя тоже все расписано. У тебя нет, так сказать, повода для сомнений. Что я буду делать, как я буду готовиться за тебя, это кто-то уже сделал. Это тоже сильно помогает не бросать. Потом, что мне вот еще помогло на данном этапе, я нашел себе кумира, так сказать, в беге, с которыми я брал пример. Вот Андрей Щерков специально сюда книгу показывает, такая книга, «Бег в помощь». «Бег в радость», «Бег в помощь». У него три книги какие-то. Это марафонец, который пробежал, ему уже, наверное, под 80, а начинал он бегать тоже 50 лет. И я про него узнал, не помню, ну, конечно, где-то в интернете. Возраст счастья, по-моему, вот в этих сборниках. Это уже было потом, это уже потом все было. Возраст счастья потом появился, это было гораздо раньше. Я его узнал, я с ним списался. Я узнал, что он выпускает книгу. Я нашел его в Москве, получил эту книгу, получил от него автограф, до сих пор считаю, уважаемую Дмитрию Сергеевичу, будущего марафонца, с лучшими пожеланиями от автора. И сама книга, она, так сказать, кладезь информации о беге. Я просто жил там, горел этим бегом, этими марафонами. Я все время, так сказать, в голове прокручивал, планировал, за сколько я пробегу, как. То есть меня это очень сильно вдохновляло. И это, конечно, позволяло вот не бросить тренировки, ну, потому что большая цель. И есть срок конечный, и есть, ну, так сказать, деваться некуда. Кроме того, я там публично еще где-то написал, что я готовлюсь к марафону. Я снял там целый ролик. Но я просто, действительно, сейчас смотрю на этот ролик, мне самому, так сказать, немного смешно, какой я был наивный. Но там я просто говорил, что марафонцы – это лучшие люди на Земле. И если ты не марафонец, то ты никто. Ну, в общем, я просто в том был состоянии, что вот был готов на все ради этого марафона. Ну, вот надо такую цель найти для себя. Но это, конечно, сложно. И, может быть, мне тут помогает, что я такой человек увлеченный. Вот. Но вот эти тренировки регулярные, они позволяют привить тебе привычку. Ты начинаешь бегать, ты очень быстро видишь результат от этих тренировок. Когда есть результат, гораздо проще поддерживать дальнейшее движение вперед. Проблема в чем у многих людей, что они не дотренировываются до такой степени, что получился результат. То есть они начинают там неделя-две, вроде ничего не меняется, надоело бросить. А результат появляется там чуть попозже. Ну, в принципе, через месяц он уже виден. А если ты еще дальше идешь, то ты потом уже будешь этот результат замечать и через месяц, и через два. То есть он каждый раз будет все лучше и лучше. И тут очень важно тоже следить за прогрессом, вести дневничок. Как тебе бежало, сколько ты пробежал сейчас, какой темп, что ты почувствовал, облегчение какое-то. Вот сейчас мне стало легче. То есть это все отслеживать надо. И вот твои достижения маленькие, они тебя мотивируют к продолжению. То есть ты видишь, что ты не зря все это делаешь. И так, в общем-то, происходит в любых физических нагрузках, в принципе. Потому что до бега я начинал еще делать такие простые задачи, как, например, сделать 50 отжиманий. И там тоже все очень наглядно. Там если две недели потренируешься, ты уже через две недели заметишь, как у тебя отжимания даются намного легче. Если неделю, то наоборот, у тебя будет все болеть, мышцы болеют, тяжело. Если дальше продолжишь, то через две недели получишь обратную связь, что да, стало легче. И это тебя опять мотивирует продолжить. Ну и так буквально в любом навыке. Ну то есть давайте я подытожу вот то, что вы сейчас сказали. То есть это начать вести дневник, либо хотя бы фиксировать те результаты промежуточные, которые ты уже получаешь. Поставить цель. Чем хорошо, допустим, ну марафон чем хорош, особенно если второй раз замахнулся, что ты уже четко понимаешь, что вот есть у тебя план. И если ты не пропустишь неделю-две, ты будешь просто умирать там на дистанции, и тебе будет плохо. Ну конечно, да. Никто за тебя не пробежит. Это очень здорово объясняет, что чудес не бывает. То есть все, что ты не вложил в собственное здоровье, ниоткуда не придет. Это один момент. Второй момент, я так понял, что это публичность, потому что я помню ваши фотографии с этих Белых ночей. Я помню фотографии с Эльбруса. Я тут сразу хотел бы вот еще важный вопрос задать по поводу вашего присутствия в соцсетях. Во-первых, я так подозреваю, что не так много ваших ровесников ведут так активно аккаунты в Инстаграм. Во всяком случае, среди моих знакомых, ну очень многие не то чтобы не ведут, они не очень не понимают, зачем нужна такая публичность. И я бы хотел, чтобы вы рассказали, или даже не то чтобы рассказали, а может быть внушили уверенность тем, кто сейчас сомневается, либо не очень понимает, зачем нужны соцсети, и воспринимает это все просто какую-то как ярмарку тщеславия. Потому что я, когда говорил про то, что вы мой такой тайный наставник, я это говорил не для красного словца, или чтобы вам польстить. Это действительно во многом оправдывает существование в моей жизни Инстаграма, потому что такие люди, как вы, за которыми я слежу, мне помогают преодолевать собственную неорганизованность. И у меня был такой опыт, когда я публично пообещал, чтобы поддержать пару человек, которые никак уже третью сто дневку не могли приучить себя делать зарядку. Я им говорю, слушайте, посмотрите на меня, я ничем не лучше вас, я принципиально буду делать зарядку ради вас каждый день и отчитываться в историю. Я продержался 435 дней, потом просто мне надоело это выставлять. Расскажите, пожалуйста, что дает Инстаграм, если в разрезе занятия собственным здоровьем, потому что я потом вас буду еще пытать насчет ваших вот этих курсов по закаливанию, по прочим, которые тоже меня провоцируют постоянно обливаться и прочее. Вот зачем нужен Инстаграм и чем он может помочь именно в плане занятия собственным здоровьем? Не про то, как там собрать больше лайков, а чем он может быть полезен? Ну, во-первых, самое простое, Инстаграм, я его начал вести именно как дневник тренировок, собственно. Вот сейчас я вижу огромную пользу, что я могу пролистать туда в самое начало и посмотреть, каким я был, что я делал, там много фотографий у меня с обнаженным торсом, какие тренировки были там. Потому что в тот момент я выкладывал то, что меня, так сказать, зацепило. Я там сделал какую-то тренировку, я выложил. Сейчас я могу вернуться, посмотреть. Ну, и это просто вот такой фотогеоник тренировок для себя, для начала. Потому что вначале, там, когда начинаешь публиковать, там у тебя три подписчика и все, и два лайка. Сам поставил, лежит в лук, пройдет. И вот, а потом в дальнейшем, когда появляются уже читатели, зрители, стороны, это уже становится действительно таким, ну, во-первых, мотивирующим фактором. И ты можешь действительно ставить там какие-то задачи, объединяющие людей, и именно в движении к спорту. Я помню прекрасно, как я в Инстаграм сделал такой челлендж «Не дня без планки». По-моему, так он назывался. Мы в WhatsApp собрались, ну, человек 30-40, наверное, там, и каждый день выкладывали планки. Нам надо было сделать, неважно сколько, минуты, две, там, полторы, 30 секунд, кто сколько может, но главное было выложить свое фото или видео. Кто не делал, тот удалялся из этой группы. И мне слезно просили там не удалять, вот я там сегодня пропустил, дайте, вот я завтра две выложу. И то есть это не просто была вот игра такая, а это действительно позволяло тебе, во-первых, самому заниматься, поскольку ты инициатор, а во-вторых, еще много людей. Я потом встречался с людьми на марафонах, вот недавно на соревнованиях встретился девушкой, девушке лет 50, из Москвы, она сказала, мы с вами в планке стояли, а я ее не видел никогда, живем, я только ее видел в планке. Ну, то есть это реально была такая... Но в планке она тоже выглядела хорошо. Естественно. И я еще, кстати, спросил, зачем вам эта планка нужна была? Если вы уже бегали, тогда она сказала, мне надо было физку подкачать. Я там типа бегала, но мне не хватало там пресса, спины и так далее. Ну, то есть это хороший такой инструмент для того, чтобы найти единомышленника. Потому что когда вы ведете свой аккаунт в Инстаграм или там в Ютубе, вокруг вас собираются люди, которые, во-первых, вы симпатичны, которые разделяют ваши ценности, и уже как-то априори, уже, так сказать, готовы к тому, чтобы вместе что-то делать. Ну, и тут уже дальше возможны всякие активности, которые вот и сообща людей объединяют, и позволяют тебе не слиться, и людей вовлекают. Ну, это вот самые такие простые примеры. Ну, поскольку я еще веду на Ютубе блог, и там у меня было масса вот этих вот таких активностей, которые я брал на себя, допустим, там 30 дней турника. И я там каждый день выкладывал, как я ходил. Я знаю, что это были ошибочные, так сказать, мои тренировки. Там 300 дней, ну, каждый день на турник не очень полезно, в принципе, и результат ты особо не получишь. Но через эти челленджи я получал, во-первых, и опыт, и поддержку людей, но в том числе... И знания, опыт же. И знания, да, в том числе и знания. Потом у меня был там шикарный такой челлендж, там 60 дней похода в зал. Ну, то есть я не каждый день ходил, я просто 60 дней тренировок в зале. Там просто сколько людей вовлеклось в это, благодаря вот этому видео, там, ну, 100 тысяч просмотров с лишним. И люди просто писали, я тоже занимаюсь благодаря вам, я все беру, иду в зал и так далее. То есть тебя все время это тоже мотивирует, что ты не должен, так сказать, бросить эти тренировки. Дмитрий, сразу давайте используем в качестве рекламы, какая ближайшая будет ваша активность, куда вы, к чему приглашаете. Во-первых, то, что подписаться на YouTube-канал, это мы все отдадим ссылки обязательно. И Инстаграм тоже. Я собираюсь провести очередной тренинг по закаливанию. Вот буквально сейчас вот закончил все дела, там, с птицами, с аистами, там, все. Про аистов, то у меня будет отдельный вопрос. Про аистов и про гири. Поэтому давайте сначала скажите, когда закаливание ближайшее. Закаливание прямо в декабре, начнем 1 декабря. 1 декабря. Да, как обычно, как вот люди. 1 декабря. Я публично дам обещание присоединиться, чтобы не стыдно было потом слиться. А вы расскажите, как остальным так же себя подпереть обязательствами. Ну, как, что сделать, я не понял вопрос. Как подключиться, что необходимо сделать и как он будет проходить? А, как тренинг закаливания происходит? Ну, тренинг закаливания, это такая игра для взрослых. Я начинаю с самого простого. То есть, воздушные ванны. Ну, регистрируешься, конечно, там, вводный вебинар, там, я все рассказываю. Но все очень просто. Начиная с маленьких шагов постепенных. Сначала там взять футболочку, там взять маечку, а потом уже полное раздевание. Воздушные ванны. Потом обмывание, там, пяток, там, ручек, там, нос помыть и так далее. А потом уже кончают тем, что холодный душ. И, в общем-то, те, кто прошел, очень многие бросили. Ну, это, так сказать, бросили. Антон не бросил, тот до сих пор мне. И в инстаграме пишет, там, одна женщина, что 500 раз благодарю Дмитрия за то, что меня к этому привычал. Ну, и в то же время, ну, многие мужчины тоже не бросили. И те, кто не бросил, тот пишет, что получил положительный эффект. Я, извиняюсь, перебью. Вот тут вопрос задают, а где регистрироваться на закаливание? Я думаю, что мы потом все... Пока еще нету никаких профессионалов. Да, мы ссылки все дадим. Я призываю всех подписаться на аккаунт, в первую очередь, Дмитрия, потому что вы уже напрямую будете получать информацию от него. А мы еще будем и в аккаунте 100 дневки. И, ну, жить интересно, дадим информацию, чтобы вы уж точно не пропустили, и у вас не было бы шансов отмазаться, что вы хотели, но не смогли. Да, там аккаунт, там не пропустите точно. Объявление в начале. Конечная цель этого тренинга какая? В прорубь? Нет. Конечная цель – это разбить себе привычку к самостоятельному закаливанию. То есть научить способам... За месяц нельзя, так сказать, в прорубь. И главное во всех этих делах – это, вот я считаю, это развить себе привычку. Потому что когда привычка есть, это вообще все делается на раз-два. Что вы понимаете под привычкой? Давайте будем пояснять. Когда я просыпаюсь утром, не задумываюсь, иду в ванну, и вот следующее действие, которое делаю – это обливаюсь, принимаю холодный душ. И для меня это, ну, просто как вот отче наш, там, обязательно надо сделать. То есть если я этого не сделал, я... Ну, такого быть не можешь. Я не в своей тарелке просто. То есть если я не сделал, по каким-то... Я не знаю, какие могут быть причины, что... Это уже без усилий, это естественно. Да, да, да. То есть не надо даже думать ни о чем, что там, вот, мне завтра в первый раз холодной водой, это как я смогу... Вообще тут никаких сомнений не возникает. Ты идешь и делаешь. А поскольку вот ты видишь результат, я за последние, там, пять лет вообще ни разу не болел никакими соплями. И вот эта болезнь модная до сих пор в страну обходит. И все, я думаю, ну, сейчас заболею. Ну, вот сейчас я, там, вчера я, там, с холодной водой стоял по колену в воде, без шапки, все, горло перешит, на утро заболею. Не болею. И вот, когда ты в этом видишь результат, то вообще нет никаких сомнений, что это надо продолжать и это надо делать. Как вы снег используете? Я знаю, что у нас смотрят люди, которые любят... Практически никак. Я бегаю. Я бегаю. Нет, я такие экстремальные способы, как, там, прорубь или, там, вот, не знаю, купание в снегу, я не использую. У меня такие щадящие методы. Ну, да, я знаю, я просто знаю, я провоцирую, чтобы вы рассказали другим, как вы бегаете, в чем. Да. Или, вот, ежедневное обливание холодной души. Или просто бег в легкой одежде. Не обязательно. Раньше я бегал, так сказать, экстремально в трусах и в маке, в мороз минус 10, там, испытывал, так сказать, организм, насколько можно. Но потом я понял, что это не надо, это извишни. Достаточно просто, вот, регулярно, такого легкого колдового воздействия. Не обязательно все время, в общем-то, на пределе. Без фанатизма. Да, 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 абсолютно. То есть, максимум, что я сейчас делаю, это, вот, бег в майке, в мороз, там, около нуля или минус, там, один градус. Это в майке, но, так сказать, в штанах, не в трусах. Хорошо, с закаливанием мы определились, и мы дадим информацию, чтобы невозможно было пропустить людям, тем, кто действительно хочет. Главное, чтобы не было невозможно пропустить. Да, да, да. Что еще можно порекомендовать? Вот сейчас просто такое время волшебное, когда люди, там, перед Новым годом дают себе обещания, пишут, там, какие-то зароки и прочее. Что вы порекомендовали бы, кроме, вот, питания, закаливания, подвижность? То есть, у вас параллельно, что еще мы можем сделать так, чтобы людям отвертеться нельзя было? Что они могут у вас взять, там, из тех курсов, которые у вас есть, либо тех челленджей, которые уже записаны на Ютьюбе, и что у вас на сайте есть? Я знаю про растяжку, я знаю про гири, я знаю, что у вас там было... Ну, таких прямо вот планомерных, все бери, доделай, и, типа, вот, курс там по гирям, у меня такого нету, и по растяжке. По растяжке у меня есть 60 уроков, по-моему, или 30, 38 уроков растяжки на Ютьюбе. Как вы к этому пришли, скажите? А вот, когда начал сильно много бегать и с гирями заниматься, чувствую, что не хватает гибкости. Во-первых, ее не хватало, ну, стало не хватать в упражнениях с гирями, там, мне просто даже вот тренер сказал, у тебя гибкости не хватает в плечах, у тебя не хватает в наклоне, ну, я и сам чувствовал. Вот, и как-то не хватало времени все время, все время хотелось куда-то бежать, что-то поднимать, что-то вот такое, все, активность какая-то. Но я же понимал, что надо гибкость тоже, она словом, явно, что она лучше не становится. И вот начал постепенно делать, и тоже вот втянулся. У меня был такой челлендж 30 дней растяжки. Я каждый день на Ютубе, в прямом эфире делал растяжку. Такой вынос мозга был серьезный для меня. Именно в прямом эфире делать. Не то, что там записи смонтированы, а именно вот онлайн. Вот, и потом эти видео, я так искал литературу, смотрел других тренеров и выбрал такие упражнения, которые вот для 50 плюс подходят. И они все, в общем-то, на Ютубе сохранены, там просто надо подписаться. И по рассылке вам придет ссылка, и у вас будет доступ к этим всем урокам прям подряд. Прямо на мой канал зайти, фитнес после 50, и там прям будет первое видео, которое новых зрителей предлагает им поучаствовать в вот таком челлендже 30 дней растяжки. Вот. Ну, вот эту растяжку я всем рекомендую, потому что это тоже один из самых простых способов заняться своей физической нагрузкой. Во-первых, это можно делать дома, не надо никакие улицы, там никакой беготни. А результат вы тоже почувствуете очень быстро. Вы почувствуете результат уже в течение недели, у вас гибкость улучшится. Она очень быстро начинает меняться, когда человек не занимался и потом начал заниматься. Вот. А ходить никуда не надо, публичности никакой не надо, все можно делать на коврике, времени 15-20 минут в день. А результат, вот сейчас я вообще не жалею ни грамма, а думаю, как здорово, что я в конце концов занялся этой растяжкой. И, ну вот, у меня цель-то была еще сесть на шпагат, а сейчас уже и на шпагат-то он и близко. Ну, мне он совершенно уже не нужен как цель, а я просто получаю удовольствие от самого процесса этой растяжки. И опять же, цель-то нужна была, потому что именно она вас направлялась. Вот сейчас вышел в такой режим самоподдержки. То есть не надо никаких внешних мотивирующих причин для того, чтобы я занимался растяжкой, только внутренние. Можно еще немножко про Аистов рассказать? Я даже не знаю, с какого боку зайти, потому что для меня это было удивительно, но я наблюдал, как это появился в этой проекции. И потом я вас вернул к разговору про здоровье. Аисты получились так случайно. То есть в доме, в деревне, который у нас есть, там стоит береза большая на участке. И там много лет живут Аисты, уже 10 лет с лишним. И я все время хотел заглянуть туда сверху, потому что мы видели только снизу их. А птица, в общем, всегда интересная, большая птица красивая. Как вот они выволят птенцов, как они их кормят. Все это было, так сказать, за кадром. А тут еще был такой интерес технический. Как это вот технически сделать? Я так понимал, что надо как-то это видеонаблюдение доладить. И мне было интересно разобраться с этим самому, все это сделать. А потом уже появился такой интерес даже вот как коммерческий. Как это раскрутить именно как проект, который в какой-то степени приносит деньги, прибыль, окупает все расходы. И, в общем-то, вроде как получилось. Расскажите, не скромничайте, что получилось и как получилось. Потому что я даже прошу это не для себя рассказать, а для наших зрителей. Ну просто это тоже был такой долговременный проект. То есть на два года растянул. Он и сейчас будет продолжаться. Но первый этап это был такой, что мне просто... Я поставил камеру и в своем телефоне все это смотрел. А в Инстаграме сделал отдельный аккаунт и выкладывал туда короткие фото, видео, зарисовочки с телефона. Мы тоже дадим аккаунт, ссылку на него, чтобы вы могли подписаться. Это я уже обращаюсь к зрителям. И это вызвало... Я тоже не ожидал, что будет такой интерес у зрителей. Плюс я дал там объявление, никогда этого не делал, о том, что можно помочь проекту. Вот там ссылка на донаты. И пошли донаты. То есть я... А в этот момент я уже не работал. Я был на пенсии. То есть, естественно, деньги эти были не лишние. И я купил все расходы на первом этапе. На следующий год я провел туда уже интернет в дом. Кайстом. Да, кайстом. Купили хорошую камеру. Опять же, все это на деньги. Потому что один подписчик перечислил 10 тысяч рублей. И это была такая... Ну, это половина камеры хорошая. Я купил хорошую поворотную камеру. Установили на следующий год уже туда. И мы наладили прямые трансляции на ютубе. То есть это было вообще уже для меня. Это просто было как поздно, что я могу сидеть дома. Сколько уайстов подписчиков? Они вас обогналили. Подписчиков около трех тысяч. Сейчас вот выходит большая статья. Тинькофф журнал. Уже все там решено. Они просто сейчас ее... Ну, публиковать будут скоро. Оформляют. Так что, редакторы там. Дизайнеры. Я в жизни не дождусь. Просто эта большая статья будет. Как практически это сделать. Какие шаги надо предпринять. Ну, и для раскрутки проекта, и технические детали. То есть там я писал 26 страниц было такого. 26 экранов, короче, больших. Масса фотографий, скриншотов. Ну, то есть я думаю, что статья будет очень полезна для тех, кто хочет повторить мой опыт. Что вам дал этот опыт? Подскажите. Ну, очень много интересных технических, конечно, моментов. То есть оказывается, тема наблюдения за птицами, она, в общем-то, широко в мире используется. И любителями, и профессионалами. То есть мы знаем, там стоят гнезда, камеры стоят над гнездами всяких хищных птиц и мелких птиц. Ну, в России это совершенно тема, так сказать, практически не развита никак. Это много очень там в Европе. Там этих трансляций, гнезд-тайцев, там сотни. В России, ну, вот моя и дальневосточная аист еще. И еще в Рязани есть. Ну, в Рязани совсем там скромно, хотя там большой центр аистов, но трансляции они не сделали нормально. Вот. Это, опять же, общение с людьми. То есть появился совсем другой круг людей, общение не связанных со мной, с точки зрения здоровья, а связанных интересам к птицам. И тоже очень много неожиданных моментов таких было, когда вот я думал, чем это интересно людям, кому это вообще интересно. А оказалось, что это очень-очень многим интересно. Люди с удовольствием сидят, часами смотрят за этими аистами, переживают за них. Ну, в общем, мне этот проект до сих пор нравится. Сейчас аистов нету, но мы сделали там кормушки автоматически. Там сейчас вот кормятся птицы, синицы, вороги, дятлы. Ну, жизнь продолжается. Я это, знаете, к чему подвел? Потому что я очень благодарен вам. И часто привожу в пример ту статью, которая вышла о вас «Жить интересно». И я всегда повторяю, и многие, вот даже те, кто сейчас нас смотрят, не дадут соврать, что я всегда говорю, что делиться смыслами выгодно. Рассказывайте о своем опыте. Это привлекает к вам единомышленников. Не думайте о том, кто там, какой комментарий вам напишет, какими словами вас там. Очень много пугает. Я признаюсь, что сколько лет, я с 2002 года у меня блог. Я до сих пор, хотя мне говорят, да перестань, не реагируй на дураков и прочее. Я до сих пор болезненно реагирую на всякие комментарии, которые приходят. Хотя я понимаю, что эти люди не обо мне пишут, а не свое там что-то, какую-то боль. Но тем не менее, я всегда призываю, что вот то, что вы сейчас сказали, это наглядное подтверждение тому, что в любом возрасте, я думаю, что нам с вами сейчас можно просто тыкать носом более молодым товарищам, которые рассказывают, что сейчас жизнь такая, что там интересного масса, возможностей масса. Ты никогда не знаешь, что, как выстрелить. И я всегда привожу пример. Я признаюсь, когда количество просмотров вашей статьи «Нажить интересно» перевалилось за 100 тысяч, мы уже были, откровенно говоря, в шоке с Аней. Потом, когда стало больше и больше, и я понял, что, казалось бы, ничего экстраординарного не было. Человек испугался за собственное здоровье, взял ответственность за собственное здоровье на себя и всего лишь рассказал о том, как он занимался собственным здоровьем для себя, не для кого-то. Мне кажется, это так очевидно. Но, тем не менее, я эти слова обращаю к тем, кто сейчас сомневается, нужно ли этим заниматься, ну, кому интересны эти аисты. Ну, вы начните делать и начните рассказывать, и это обязательно кому-то интересно, и это обязательно будет полезно прежде всего вам. Вот расскажите немножко, что вы еще планируете, потому что я знаю, что вы на этом не остановитесь. Я вас провоцирую, чтобы вы рассказали пару своих, если не меч, то идей. Мы будем рады всячески быть полезными вам, и я уверен, что те люди, которые нас смотрят, тоже при случае будут полезны. Ну, если честно, таких прямо вот каких-то глобальных проектов, которые я вот там ношу в головах, вот вынашиваю, мне вот, дай бог, разобраться с аистами, потому что я думал, что я на этом закончу, вот они улетели, и все, до свидания. Так все ждут продолжения, люди там стихи пишут, и пишут, как они хотят этих аистов снова увидеть в новом году. Прилетайте, скорее будем ждать. То есть мне, так сказать, деваться некуда, надо продолжать этот проект. И хочется просто действительно побольше привлечь народа к этой теме, потому что, мне кажется, тема такая благородная. Вот, ну, опять собираюсь на Игрус в следующем году. Уже хочу товарища сводить, которые еще не был там ни разу. Мой ровесник, может, даже чуть постарше меня. Сколько раз вы там были уже? Ну, я был один раз по самому вершине. В этом году я просто с женой ездил, жене показал, на пять тысяч поднялись. Вот, ну, я опять просто проверил себя, не было ли случайности то, что я, так сказать, легко поднялся, на самом деле, на пять тысяч поднялся без проблем. И думаю, что и в следующем году поднимусь. Ну, вот, товарищу хочу показать, как это. Может быть, кого-нибудь еще возьмем. Давайте мы прямо сейчас обратимся ко всем, кто... Ну, это, конечно, такая трудная тема. Тут надо быть очень аккуратным. Нельзя... Я не хочу такую коммерческую группу создавать, что, типа... Ну, понятно, понятно. Типа, давайте, вы обязательно взойдете, тренироваться не надо. Тут как раз... Кстати, важная тема, которую я, откровенно говоря, упустил, и сейчас вот вы меня подтолкнули. Это... Когда мы говорим, что мы каждая ответственны за собственное здоровье, тут ведь важна еще ответственность не перестараться и, ну, вот, понимать четко, что, ну, предел своих возможностей на данный момент. Потому что здоровье, прежде всего, и вот этот вот момент безопасности, потому что очень легко увлекаться, и когда ты пробежал марафон, и когда ты читаешь чьи-то отчеты про ультрамарафон, ты уже себя мнишь, что ты пробежишь ультрамарафон, там, сделав половинку, ты уже хочешь сделать полный аэронмен. Вы триатлоном перестали заниматься? Это было просто... Ну, триатлоном я перестал, потому что... Я для себя... Мне было интересно, как это вообще, как это возможно. Бег, плавание, велосипед в одном месте и все подряд. Вот, когда я понял, что возможно, мне уже стало неинтересно, потому что, ну, все-таки, это очень затратный вид спорта по всем видам. То есть это все-таки, ну, он стал и в разы дороже, потому что там и регистрация выросла, и, ну, просто у меня пропал интерес именно вот к этому виду. У меня вот единственное, что сохранилось, это интерес к бегу. Велосипед у меня интересен просто как средство передвижения, именно как туристический такой способ передвижения. Ну, плавание практически, сейчас не плаваю, но, если что, навык, конечно, полученный, когда я готовился к триатлону. То есть я знаю, что километр проплыву, если надо. То есть вы половинку, вы же полный сделали, вы аэронмэн? Нет, я половинку только. Половинку. Половинку, да. Ну, это очень достойно, очень. Триатлон – хорошая школа, конечно, именно вот, когда надо собраться и вот успевать все, там, бег, велосипед, плавание. То есть это был такой, тоже один из челленджей, который, ну, просто показывает, что ты вот только бегом занимался, а тут надо еще два вида спорта, совершенно, так сказать, разных. Но все реально. Дмитрий, у нас, я очень боюсь, чтобы у нас не оборвался эфир, потому что жестко по времени, чтобы все сохранилось, и мы могли это все показать. Я хочу подытожить, чтобы успеть обратиться к тем, кто нас сейчас смотрит или кто будет смотреть записи. Очень важные моменты. Первое – это подписаться на Дмитрия в Инстаграме и на Ютьюбе. Мы и на канал с аистами, мы эти все ссылки дадим. Напомнить, что с 1 декабря есть возможность присоединиться к вот этому, как правильно сказать, челленджу по закаливанию. Я очень хочу, чтобы те, кто нас сегодня услышал, либо посмотрят все, что вы говорили в записи, услышали важное, что ценность не просто этих челленджей, чтобы кому-то что-то доказать, прежде всего себя проверить, убедить себя в том, что это важно тебе, что не нужно никого ничего впечатлять, доказывать своими достижениями. Ведь правильно я понимаю, что главный критерий всех этих усилий – это самочувствие, это возможность себя чувствовать неограниченным, не пожилым. У нас ведь после 45 людей уже… Еще сейчас такой, я услышал термин – возраст доживания. Мне просто жутко становится, когда я слышал, что я вступил в возраст доживания, мне очень не хочется доживать. Я очень рассчитываю, что наш пример, и в первую очередь то, что вы сегодня рассказали, он послужит, ну, какой-нибудь толчком, пинком. Я не знаю, как назвать, для более молодых мне очень хочется, чтобы мои дети посмотрели этот эфир. Потому что я-то знаю, что у вас дети активно занимаются физкультурой и спортом, и это тоже отдельно стоит уважения. Пожалуйста, вот если очень коротко представить, что у нас есть сейчас только три-четыре минуты, с каким бы обращением вы направили бы к тем, кто вас сейчас слышит, что вы им посоветуете или порекомендуете? Я понимаю, что все эти рекомендации миллион раз все слышали, но когда это воспринимаешь от живого человека, который не просто там… это его профессия, это его личный пример, потому что для меня, у меня масса знакомых, аронменов, ультраменов и прочее, но я всегда выделяю вас, потому что вы живой, реальный человек, потому что многие из моих знакомых, которые я упоминал, мне кажутся, ну, какими-то супергероями. Я не знаю, как они это делают, поэтому я… Для меня они просто какие-то там заоблачные. Вы, мне кажетесь, реальным человеком, и мне ваш пример ценнее, потому что я понимаю, что вы живете в таких же реальных условиях, как и я, у вас такая же… такие же заботы, хлопоты, и вы успеваете еще параллельно жизнью жить. Что нужно сделать, о чем стоит подумать нашим слушателям сразу после эфира, и что стоит сделать, не откладывая, не дожидаясь Нового года, а прямо завтра? Вот, пожалуйста, советы администрации. Ну, во-первых, все-таки, взять ответственность за свою жизнь на себя. То есть никто… Как это как? Что? Что? Ну, понять, что только ты можешь изменить свою жизнь. Если у тебя какие-то проблемы, то эту проблему можешь решить только ты, никто другой. Можно я вас переначиваю? Переначиваю, что мы никому не нужны в принципе. Естественно. Естественно. Да, конечно. Говорите проще, это быстрее пойдет. Ну, можно, конечно, как-то еще тут крепкие слова, но… Да, нет, но без этого. Ну, это первое. Ты никому не нужен, кроме тебя самого. Вот. Второе. Правило трех П. Постепенно, последовательно, постоянно. То есть не ставить каких-то прямо вот сразу себе завтра побегу марафон. Завтра буду бегать там каждый день. Постепенно договариваться с собой и делать там через день тренировку. Делать три тренировки в неделю, не больше. И постепенно приучать себя к тому, что ты начинаешь заниматься, видеть результат, получать обратную связь и продолжать дальше. То есть задача не добиться какого-то суперрезультата, а развить привычку. Когда привычка есть, вообще никаких проблем. У меня не возникает проблем, чтобы там выделить время на тренировку. Она само собой происходит, потому что есть привычка к этому. Так же, как есть привычка обливаться, пойти в спортзал, растянуться. То есть если я не делаю вот растяжку там два-три дня, у меня просто уже тут все чешется, там все обязательно надо сделать растяжку. Потому что я ее давно не делаю. И мне ничего не надо. Она само собой. Как вот желание поесть. Никто же не спрашивает, а как вот научиться есть регулярно. Она как-то происходит естественно путем. Вот и тут получается то же самое. Когда ты все это вот развил себе привычку, еще очень важный момент, как не пропускать. Это вот простой совет, который я сам использовал. И вот забываю все время его сказать. Если у вас нет времени на полноценную тренировку, на большую, обязательно надо сделать короткую. Иметь в запасе тренировку, которая занимает, допустим, 4 минуты. Есть такой протокол Табата. 4 минуты интенсивных упражнений через 20 секунд, через 10. За 4 минуты можно очень хорошо себя нагрузить. Но важно, чтобы в мозгу не было такой установки, что тренировку можно пропустить. Ты сделал, и у тебя уже, так сказать, установка работает, что ты отдал, ты выполнил тренировку. Пусть она короткая, но от нее все равно больше пользы, чем если ты ничего не сделал. А сделать ее можно практически всегда, если ты так, так сказать, не помираешь уже. Вот. Ну и не ждать быстрых результатов. Просто получать удовольствие от процесса. Потому что когда мы начинаем все время прогнозировать, что вот я сейчас получу, а потом не получаю, прогноз, как правило, всегда завышенные ожидания у нас. А нам надо, так сказать, быть реалистами. Просто заниматься. А вот потом проходит какое-то время, год-два, и ты смотришь, йоги, а я уже это могу. А я уже почти на шпагате. А прошло-то всего 2 года. Обязательно у меня привычка к растяжке. А мне не важно, это шпагат, не шпагат. Я просто, это, так сказать, последствия моих тренировок. Никуда не торопимся, просто занимаемся. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Еще раз напомню, что мы дадим все ссылки, которые сегодня упоминались. Прежде всего, я просто настоятельно рекомендую, подпишитесь на Дмитрия, подпишитесь на него в Ютьюбе. И я уверен просто, что вы не пожалеете, а мы будем следить за вашими успехами. И я очень рассчитываю, что мы с вами не последний раз общаемся именно вот так вот публично. Потому что мне кажется, что ваш пример, во всяком случае, я вам искренне благодарен. Потому что вы для меня один из немногих людей, которые меня подталкивают не забывать о том, что умом я все понимаю. Вот все, что вы сказали, я целиком и полностью поддерживаю. Но кроме понимания, знать, значит уметь. Вот, к сожалению, организованности не хватает. И я вам благодарен за то, что вы меня подталкиваете над этим работать. Я благодарю всех, кто подпишется на Дмитрия. И я буду ждать всех вас на челлендже Дмитрия по закаливанию. Потому что я присоединюсь и буду, очень постараюсь до Нового года. Это же до Нового года будет 30 дней. Да, это 1 ноября прям начнем. Для меня будет это вызов. Тут, кстати, был вопрос. Я просто сейчас его... Там был вопрос. Жалко, что нельзя найти мою статью на Адми, которая была. Но я сказал, что Адми это полная копия статьи с вашего сайта. Они просто взяли... Да, ну, они нам об этом не рассказали, но и на нас ссылка. Да, поэтому не надо стать статью на Адми. Надо стать статью на Адми. Отлично. Жить интересно. Мы на эти материалы тоже ссылку и на ваши марафоны у нас дадим. Спасибо большое. Я должен успеть быстро сохранить, потому что я постоянно боюсь. Да, все, спасибо. Всем пока. Удачи вам большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok